ГУС не может выбрать, кого из людей. Этот ребенок идет на контракт, но за него платит университет. Это называется софинансированием. И это практикует высшая школа экономики. Они могут набирать даже вне плана своего приема. Вот заявлено 100 мест, они могут взять 120. Это не во всех университетах, но такое тоже бывает. Это договор софинансирования. По поводу контрактной формы обучения. Контрактная форма обучения, как я вам уже сказала. Есть дети, которые изначально идут на контракт. И идут на контракт сразу в 5 университетов. На контракт тоже существует конкурс. Есть вузы, которые на контракт набирают детей и сразу же прием закрывают. Но с этого года, скорее всего, такого не будет, потому что это незаконно. Между детьми тоже должен быть конкурс. То есть, если на направлении лингвистика нет бюджета, а есть только контракты, то, естественно, университет организует конкурс. Поступление в этом году на лингвистику на контрактную форму обучения в политехническом университете было 240 баллов. Во время приема, во время сбора, доставки, подачи документов, когда мы общаемся с детьми и родителями, в основном все идет по заявлению. То есть, я действую только на основании заявления. Потому что бывает такое, что заявления нет, мы отдаем оригинал, пишем согласие, а я туда не хочу, хочу уже в другое место, хочу в Москву, в Екатеринбург, в Нижний Новгород и так далее. Нужно все делать своевременно. И даже те, кто будет поступать самостоятельно, рассчитывайте свои силы. Вот ваша задача, подача документов начинается с 20 июня. Напишите себе. Вот 20 июня все начинается. Но у вас еще нет результатов ЕГЭ на руках. И подать документы, очень многие вузы говорят, ну вы к нам несите документы, а мы ЕГЭ потом посмотрим на федеральный базе. Вопрос, а если вы вообще ЕГЭ не сдали, да? И уже подали туда документы, и они уже отметились в федеральной базе, то это все. Вы уже подать документы в шестой вуз не можете. Обратите внимание, кстати, вот на пять вузов. Их может быть пять. У нас есть такие, которые подают электронные документы, считая, что это не подача документов в университет, потому что они в вузе не были. И был случай, когда мальчику пришлось срочно аннулировать в вузе, с которым мы работаем по договору, документы, чтобы его вообще не убрали с федеральной базы, и он не ушел в армию. Пять вузов, это всего пять. То, что вы сидите на сайте, сканируете документы, там, паспорт, свое заявление, аттестат, это тоже считается подачей. И мы с Екатериной Владимировной, я всех предупреждала и ругалась очень сильно, когда электронно подают документы. Потому что у меня может быть на тот момент, когда я получу ваши документы, свое видение того, куда вы можете поступить с вашими балками. И если это место уже занято, то мне девать документы некуда. Я их не могу аннулировать. И если вы подаете сами, вы тоже их не сможете аннулировать. Это невозможно. С федеральной базы можно отозвать документы, но с той работой, которая у нас идет в России, это будет в следующем году. Вы напишите заявление, а документы так и будут, что вы участвуете в конкурсе. Что касаемо того, если кто-то не наберет достаточное количество баллов для участия в вузах. Как я уже сказала, мы отчаиваемся, рассматриваем колледж, но при университете. У нас была одна мама, которая изначально хотела, чтобы ее девочка, а мы подали документы в вузы и в колледж, чтобы она шла в колледж. Подтянула свои знания, а потом уже пошла в институт. И все счастливы и довольны. Ничего ребенку вообще не теряем. Значит, вернемся к программе фонда. Кто участвует в программе фонда, это заключается договор. Стоимость договора в этом году 68 тысяч. Вам не нужно поезжать в Санкт-Петербург, боже упаси, потому что все почему-то покупают билеты, прилетают в Санкт-Петербург и начинают ходить и спрашивать, поступили вы или нет, поступили вы или нет. Этим самым только мешаем. Я общаюсь по электронной почте, по телефону и по вайту. Всегда, если я не звоню, значит все в порядке. Если я звоню, то нужно быть на связи. У нас есть такие, которые уезжают куда-то отдыхать, но мы все равно их находим. Через 5-е уроки. Так как на момент, когда идет перенос согласия с отчислением, необходимо быть на связи. Мы с вами, наверное, уже видели, да? Я открывала. Согласие с отчислением. У вас есть важный результат? Естественно. Я полностью работаю от начала до конца с документами. У меня в этом году была только одна девочка, которая подавала документы в Москву. Я сама лично отвезла ее документы, подала их, оформила. Сразу написала согласие. Это был контракт. И скинула платежку на оплату. Если же это бюджетная форма обучения, неважно, я подаю или вы, метаться между двух городов, я уже говорила, не порядок. Это можно и не успеть. Нет, в одном городе. В одном, конечно, я. Да, я перевожу. Обычно у меня эти статы оригиналов лежат в сейфе. Я их не подаю сразу в университет. Я их подаю сразу в университет, если я полностью уверена, что ребенок туда пройдет, посчитав конкурс. Это же тоже работа. Я по каждому ребенку расписываю, можно сказать, обои, рулоны обоев и высчитываю конкурс. И знаю, куда он может пройти, а куда нет. То есть на ваших подоверенностях? Да. Я работаю только по доверенности. От родителя и ребенка, который действительно год. Вот сейчас у меня возникли ситуации, когда дети приехали сюда на каникулы и звонят, помогите, спасите. Мне нужна платежка, а я не пришла в деканат, ее не взяла, меня теперь не допустят к учебе, мне нужно оплатить до 1 февраля. Я еду, беру платежку на основании декенции. Так как я их курирую целый год, а вы от них далеко. Мало ли что с ними случается. Бывает всякое. Я имею право представлять их интересы и в медицинских учреждениях. И разбираться в общежитии, и в других каких-то соцотделах. Поэтому на мне полностью ответственность в течение года. И от родителя, и от ребенка. А когда примерно известно о собаке с вами? Когда выходит приказ 3-го числа? В августе. То есть получается, если ты не поступил, ты уже не можешь совать с другими ситуациями? Можешь. На второй волну. Конечно. А если вторая волна, то что? Зачем 5 воздух, если только получается первая волна и вторая волна? Один воздух и второй воздух. Так, 5 воздух, для того, чтобы вы понимали для себя, куда ребенок может пройти, чтобы попасть. Можно же подать, вот вы подали в один университет, а потом смотрите, ой, я бы мог пройти сюда. Или вот сюда. Это уже когда будут результаты. Нет. А заранее этого никто не посмотрит. Ну, я могу сказать. Так, а я вам открыла, показала, как этот конкурс отслеживается. Так, на каждом сайте. Как родитель, это слово. Я этим занимаюсь 10 лет. Вот это мой 11-й год, когда я в этой каши варю. И, понимаете, я уже изначально, когда вы приходите ко мне и говорите, куда вы хотите, могу сказать, с какими баллами, куда можно попасть, да? И немаловажный вопрос, есть ли там вообще общежитие? Потому что можно попасть в университет, остаться без общежития, снимать квартиру, платить за учебу, и вообще непонятно, да, как существовать. А договор когда составляет здесь? Договор составляется сейчас. А если вы на все время, да, то все... Мы его не возвращаем? Конечно, мы обязательно. Адекватные люди. Оплачивается по половинкам. Пополам и пополам. До и после, наверное. Моя работа заключается в том, что вы никуда не едете покупать документы и так далее. Я сидела за вас. Это, что мы продаем документы. Почему отсылают? Мне здесь... Нет. Здесь собирает документы представитель, привозит в Киеве и в Санкт-Петербург. Я документы обрабатываю в течение 3-4 дней, потому что какие-то документы нужно переделывать. Какие-то документы, например, меня... Я вижу, что не проходит, звоню и говорю. А давай мы с тобой одно направление заменим на другое. Вот ты согласен будешь с этим или нет? Ребенок говорит, да, согласен. Или я могу сказать, давай мы с тобой вот этот вот заменим на другой. Потому что в этот ты точно не пройдешь. Спасибо.